Главная тема научно-практической конференции – Великая Победа, Наследие и Наследники. Ежегодно в ходе таких встреч участники задумываются о том, что значит вера для современной молодежи. В рамках темы этого года обсуждали вопросы религии на историческом поприще. Мы обязаны об этом говорить, потому что итогом войны стал большой, неотъемлемый мир, в котором мы сейчас с вами живем, а это самое главное. Сохранить этот мир мы сможем только тогда, когда мы будем размышлять и рассуждать об итогах той Великой Победы, которую завивали наши предки. Открыл мероприятие хор Георгиевского собора города Одинцова. Со вступительным словом выступил епископ Луховицкий Петр. Он обозначил цели, миссии и задачи конференции, а также вручил епархиальные награды сотрудникам и преподавателям МГУ. Далее выступил исполняющий обязанности ректора Московского государственного областного университета Вероника Заполадская. Она отметила связь Великой Победы с фундаментальными ценностями и традициями православия большинства населения России. Это может быть воспринято как парадокс, имея в виду Государственный Атеистский Союз Советских Социалистических Республик. Но в том-то и дело, что прежний идеологический подход, настраиваемый военно-воистывающим безбожием, проверку войной как раз не прошел. Для Победы потребовались духовные ресурсы, отсутствовавшие в атеистической пропаганде. Множество тем рассмотрели участники конференции. Одним из самых важных стал вопрос о том, кто встретит столетие Победы. В 2045 год намного ближе, чем нам кажется. И как его встретит нынешнее поколение молодежи, когда роль нашей страны в Победе часто принижают. Задача церкви в этом плане – говорить с молодыми людьми о Победе, передавать знания и истории войны, которые рассказывают наши предки из уст в уста. Молодежь находится буквально на гребне рассуждений в контексте тех информационно-психологических войн, которые ведутся. И рассуждения о итогах Победы, исключения нашей страны из очень важных смыслов, очернения истории, очернения победителей, оно приводит к тому, что мы на сегодняшний день должны осознавать, что вообще-то и мы, как наследники победителей, тоже должны вести борьбу за эту победу. Вести борьбу за победу может каждый. Много времени и сил на это тоже не требуется. Достаточно просто говорить о ней, передавать правдивую информацию и защищать честь наших предков. Кирилл Тридуп, Олег Степанов, информационная программа «День».